Статистика заболевших коронавирусом. Данные статистики по заболевшим коронавирусом по всему миру. Данные были взяты у Всемирной Организации Здравоохранения. Коронавирус шагает по планете. Сегодня, пожалуй, нет ничего страшнее этого. А если говорить о китайцах, то представители этого народа пугают еще больше. Что же случилось? Чего на самом деле стоит опасаться и как правильно себя вести в такой ситуации? Вот об этом и хочется сегодня поговорить. Итак, коварный коронавирус. Что он собой представляет? Да это вирус. Да от этого вируса умирают люди. Но и выздоравливает достаточно большое количество людей тоже. Коронавирус был замечен и выделен как отдельный вирус еще в недалеком 20 веке, в 60-х годах. При этом особого значения ему не придавали по той причине, что он не приносил большого вреда. Но вирус, как и любое другое существо, может приспосабливаться к разным условиям и выбирать для себя тех, которые ему нужнее. И вот в начале 21 века, опять же, в Китае был замечен коронавирус в форме типичной пневмонии. Тогда уже присмотрелись к этому вирусу и начали его воспринимать как серьезную угрозу здоровью и жизни. А было это аж 17 лет назад. И с тех пор нет-нет, да появится коронавирус в той или иной форме. И обязательно ему надо заявить о себе во всеуслышание. Да, этот вирус любит появляться громко и праздновать с размахом. Нам, людям, остается лишь думать о том, как себя уберечь и защитить. Но давайте подумаем, почему этот вирус не был особо замечен ранее. Мне кажется, что еще до его выделения в отдельный вирус коронавирус существовал долгое время. Что же случилось? Почему в последнее время о нем заявляет весь мир и так коронавирус заставляет нервничать и переживать каждого из нас? Ответ, как мне кажется, очевиден. Еще каких-то 30 лет назад наш мир не был таким открытым. А сегодня для того, чтобы добраться до любой точки света, нужно совсем немного. Деньги и желания. Современный человек любит и хочет путешествовать. Нам, людям, очень нравится открывать новые места для себя. И очень часто люди предпочитают путешествовать за границей. Кто-то это делает по долгу службы, а кому-то просто нравится такой расклад. Границы любой страны почти открыты и гостеприимны. Поэтому вирусу достаточно просто проникнуть в практически любую страну. Стоит отметить, что коронавирус становится особо активным зимой и ранней весной. Как можно подхватить этот вирус? Да проще простого. Коронавирус передается практически любым путем. Воздушно-капельным путем. Фекально-оральным путем. Контактным путем. Воздушно-пылевым путем. Как видите, получить в подарок коронавирус можно достаточно легко. Но не только это пугает врачей и простых людей. Важно знать о том, что коронавирус коварен скрытностью своей. Врачи говорят о том, что скрытый период болезни может длиться до двух, а то и трех недель. А это значит, что в эти две, три недели можно спокойно заразиться. Точно так же и человек, который еще не знает о том, что болен коронавирусом, может спокойно ходить и заражать других людей. Этим и опасен современный коронавирус. Ах да, чуть не забыл упомянуть о том, что в это время зараженный человек может посетить несколько стран или городов. Поэтому во многих странах сегодня предпринимают все для того, чтобы ограничить передвижение людей по странам. Границы, конечно, не закрывают. Но ограничения вводят. Например, в России всех, кто приехал из Китая, тщательно обследуют и рекомендуют посидеть на карантине в течение двух-трех недель. Опять же, карантин зависит от работодателя. Кто-то посадит работника, который приехал из Китая, на карантин кто-то не посадит. А результат может быть печальным. Но большинство людей интересует несколько другое, их интересует, как появляется этот самый коронавирус. Какие симптомы у заболевших и как можно защититься? Давайте начнем с защиты. Ведь если вы глядите это видео, то наверняка думаете о том, как себя защитить от коронавируса. Здесь один из главных принципов защиты – ограничения на поездке. Если известно, что вирус можно подхватить в зимнее и раннее весеннее время преимущественно, то лучше воздержаться от поездок в это время. Еще лучше не ездить туда, где этот вирус уже бушует вовсю. Как и когда можно узнать о том, что вы подхватили коронавирус? Подскажут ответ на этот вопрос такие симптомы. Высокая температура тела, головная боль, ломота в суставах, кашель и тяжесть в груди. Как видите, большая часть симптомов похожа на симптомы простой простуды. На деле коронавирус и есть разновидность простудных заболеваний. Что же делать, если вдруг вы обнаружили у себя такие симптомы? В первую очередь нужно обратиться за консультацией врача. Если доктор посчитает нужным, вас обязательно отправят на больничный. И пропишут нужное лечение. Если же не консультироваться с врачами, то можно пропустить начало сложной простуды или настоящего коронавируса. Все чаще приходится наблюдать за тем, как люди занимаются самолечением. В одних случаях это помогает, а в других больному становится только хуже. Ситуация с коронавирусом становится все более напряженной. Каждый день новости сообщают о том, насколько увеличилось количество заболевших. Также нам сообщают о том, сколько человек умерло и сколько выздоровело. Как же обезопасить себя и членов своей семьи? Что делать, чтобы опасный вирус не коснулся вас и вашей семьи? Если вы ищите ответ на этот вопрос, просто досмотрите это видео до конца. Итак, сегодня врачи говорят о том, что найти лекарство от коронавируса сложно. Но не оставляют попыток сделать это. Когда-нибудь это лекарство будет найдено. Но вот когда, пока неизвестно. Поэтому спасение утопающих, как говорится, сегодня дело рук самих утопающих. Вот только самые необходимые шаги, которые нужно сделать для того, чтобы оградить себя от возможности заражения коронавирусом. Мыть руки, каждый раз, когда приходите с улицы. Обязательно мыть руки, перед едой и после туалета. В местах сильного скопления людей носить маску. Стараться не ездить в опасные страны без сильной необходимости. Под опасными имеются в виду те, где наибольший процент людей, заразившихся коронавирусом. Последний совет, как мне кажется, наиболее действенный тогда, когда речь идет о массовых эпидемиях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и самое главное не болейте. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал.